Музей боевой славы Чебоксарской школы номер 37 занял третье место во всероссийском конкурсе школьных музеев. Всего участие в нем приняли более тысячи подобных организаций из 69 регионов страны. Еще один лауреат конкурса – Музей боевой и трудовой славы Кукшумской школы Ядринского округа. Чем наградили победители, расскажет Наталья Егорова. В 1967 году в 37-й школе прошла первая встреча ветеранов 101-го отдельного батальона воздушного наблюдения о повещении связи. Тогда и было принято решение создать здесь музей, посвященный солдатам Великой Отечественной войны. Но открыл он свои двери 8 мая 1985-го. Бойцы батальона из самых разных мест приехали тогда на встречу со школьниками и однополчанами. И позднее ветераны не забывали посещать музей. В гостях тут бывали именитые гости. Валентина Чаплина, герои Советского Союза Федот Орлов и Александр Кочетов. Один из залов полностью посвящен боевому пути 101-го батальона. Там служили девушки из Чувашии. О них рассказывают юные экскурсоводы-семиклассницы. Обработав архивные документы, мы разработали свой первый проект. «Шаги к победе», «Великая Отечественная война», «Глазами женщин» 101-го отдельного батальона, «Воздушное наблюдение», «Оповещение и связи». На основе этих анкет мы теперь снимаем видео, где обучающиеся нашей школы девочки-экскурсоводы и члены нашего школьного поискового отряда «Обелиск» рассказывают о боевом пути девушек, чем они занимались на службе и как проходила их служба. 101-й батальон был сформирован в декабре 1941 года. В связи с тем, что всех его бойцов перевели на оборону Москвы, их пришлось заменить представительницами слабого пола. Так были собраны 500 самых спортивных девушек со всей Чувашии. Вчерашним школьницам доверили охранять от налетов немецкой авиации мосты, переправы, склады. На сегодняшний день музей ведет активную работу по поиску информации о девушках, о ветеранах 101-го батальона. Ведет активную культурную, научно-просветительскую работу. И основной нашей задачей является донести подлинную информацию о Великой Отечественной войне. Я провожу экскурсии для разных учеников школы. Мы принимаем не только учеников, но и других людей, которым интересна эта тема. Школьный музей занял почетное третье место во всероссийском конкурсе. Конкуренция была очень высокой, более тысячи заявок со всей России. А проводился он в рамках проекта «Единая Россия. Историческая память». Наградили ребят, директора школы и руководителя музея в региональном отделении партии. Диплом лауреатов был вручен и музею Кукшумской школы Ядринского округа. Кроме сертификатов, кроме дипломов, которым отмечены участники, также наши призеры получат 200 тысяч рублей на развитие экспозиции музея. На эти средства музеи планируют также продолжить развивать и цифровой формат, чтобы стать доступнее для более широкого числа посетителей. Наталья Егорова, Оксана Верликова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.